Мысли о том, что есть Бог, что есть вечная жизнь, меня постоянно волновали. А я сидел, у меня била одна мысль, почему мне так плохо, почему, может я такой грешник, совсем уже. Но я ничего не знал о спасении тогда и не задумывался о вечной жизни. Началось все с того, что однажды в мой кабинет в университете пришел один человек и задал мне несколько вопросов. Уверен ли ты, что будешь с Богом на небесах? И почему Бог должен впустить тебя в свое небесное царство? Подъезжает, значит, худощавый паренек и спрашивает ни с того ни с сего, можно с вами о Боге поговорить? Я был таким, 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 потом Бог спас, вот так, вот так изменил мою жизнь. Ко мне постучали в дверь. Прошел мой знакомый, мы пили чай, разговаривали о Боге, и он рассказал нам о вести евангельской. Мы с подругой в тот вечер покаялись. Господь Иисус Христос оставил нам великое поручение – идти и проповедовать Евангелие всему миру. Тысячи людей смогли впервые услышать радостную весть о спасении благодаря служению от сердца к сердцу весть евангельской. Появившись в середине 20 века, оно быстро распространилось по всему миру, в том числе в странах СНГ. Сегодня служение от сердца к сердцу является одним из наиболее эффективных видов благовестия. Сейчас мы живем в так называемой постмодернистской эре, где самое главное – это взаимоотношения между людьми, где для людей важны их чувства, их личное восприятие. И здесь, в этих условиях, именно личное от сердца к сердцу благовестие является ключевым. И в любой евангельской церкви, которая любит благовествовать, стадионная евангелизация сейчас не работает. Может быть, оно пройдет время, но заработает. Но сейчас мы не работаем. И сейчас личная, персональная евангелизация – вот это работает. И я хочу сказать, что жатва, которая может в него быть в пил, она будет больше и качественнее, чем она была стадионная жатва. Такие отношения, когда сердцами люди соприкасаются, они создают единство. И на этих ценностях зиждется церковь. Служение от сердца к сердцу дает возможность связанно, эмоционально и убедительно изложить человеку основную мысль о грехе, суде, Божьей любви и прощении. Служение помогает в непринужденной обстановке общаться с людьми на очень серьезные духовные темы, излагать Евангелие в соответствии с личными нуждами собеседника. Сейчас происходит такой период возрождения. Возрождение именно основ евангельской проповеди. Частным путем, лично от сердца к сердцу, надо благовествовать. Для этого надо, наверное, обучаться, обучать членов церкви, чтобы члены церкви были ответственны пред Господом Иисусом Христом. Организовываем пятидневные школы-семинары на базе церквей, которые нас приглашают, и проводим вот эти семинары для лидеров, для руководителей церкви, которые, в свою очередь, поехав в свою церковь, обучают этому уже рядовых членов церкви. И вот это, я считаю, одна из таких уникальных особенностей служения. То есть то, что ты принял, передай другим. И я думаю, что в этом как раз и успех служения – это такой библейский принцип, который использовал Иисус Христос со своими учениками. Он обучил двенадцать, они, в свою очередь, пошли и научили других. И поэтому организовались много церквей. Когда я пришла к Богу, в моем сердце появилось огромное желание нести людям слово спасения. Но не всегда находились те слова нужные, доходчивые, через которые бы я рассказала людям о Боге. И вот полгода назад я прошла семинар «От сердца к сердцу». Вы знаете, ситуация изменилась. Сегодня я могу доходчиво любому человеку рассказать о спасении. И любую светскую беседу также перевести в разговор о Боге. И самое главное, Господь дал мне увидеть слезы раскаяния в глазах тех людей, которым я свидетельствовала. Я уверовала через служение в Иде от сердца к сердцу. Раньше свои проблемы решала выпивкой, но их становилось все больше. Однажды я встретила женщину, и она мне рассказала о Боге. С тех пор моя жизнь изменилась. Теперь я сама свидетельствую по программе «От сердца к сердцу». Программа В.Е. дала людям оружие, дала людям навыки общения, навыки свидетельства о Господе, свидетельства о той вере, в которой они находятся, в которой они спасены. У нас после этой программы началась новая церковь в одном из районов Курской области. Мы проводим там уже крещение, постоянно проходят служения. И я знаю, что эта программа еще будет много помогать нам в деле строительства Царства Божьего в Курской области. Семинары «От сердца к сердцу» помогают христианам развивать дружеские отношения с неверующими людьми для последующего благовестия и наставничества. Новообращенные получают духовную и молитвенную поддержку наставников. «Лучше посадить яблони, чем просто срывать яблони. Лучше научить человека рыбачить, чем просто дать ему рыбу. И обучая людей благовестию, тем самым мы сажаем эти яблони. Тем самым мы учим людей рыбачить. И когда настанет время, они сами будут это делать. И вовлекать нужно в благовестие всю Церковь. Служение «От сердца к сердцу» изменило мою жизнь, потому что я научился приводить людей к Богу. Служение «От сердца к сердцу», особенно на практике, так меня утвердило, что я видела, как люди каются, как люди изменяют свои жизни. Это настолько прекрасно. Спасибо Господу, который дал нашим братьям донести до нас такое служение. Через это служение я лично утвердилась, больше утвердилась в своем личном спасении, а также научилась, как легко и просто можно засвидетельствовать другим людям о спасении. Субтитры создавал DimaTorzok